Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор силиконовой приманки K-Tech Shed Impact. Данная приманка Slug выпускается в четырех размерах от 2 до 5 дюймов. Я использую данную приманку в промежуточном размере тройки. Имеет она длину 80 мм, а вес 2,15 грамма. Данная приманка Slug имеет довольно-таки высокое тело, но при этом узкое. Создавался данный Slug для ловли на овсетный крючок, поэтому на спинке имеется прорезь под овсетный крючок. Ну и также на брюшке имеется также прорезь. Сделано это для того, чтобы подсечка была более эффективной. Ну, собственно говоря, даже без этой прорези, с учетом того, что материал силиконовой приманки очень мягкий, и на подсечке отлично рыба засекается на овсетных крючках. Ну, конечно, качественных. Данная приманка имеет отличительную особенность в том, что она состоит из двух типов силикона. Верхняя часть, это у нас силикон, используется имеющий более высокую плавучесть, а нижняя часть, это у нас силикон с добавлением соли, и, соответственно, он тонет. Ну, вот можно границу немного определить по вот этой линии. То есть в брюшке находится соль. Ну, и вообще, данная приманка имеет в своем составе различные аттрактанты, и поэтому великолепно ловит разную рыбу. Ну, в первую очередь, это щука, окунь, ну и судак также данную рыбку будет кушать. Приманка за счет своей вот этой комбинации силикона держится правильно, то есть брюшком к низу, даже без всякой огрузки, со всетным крючком. Можно использовать крупные размеры, даже без всякой огрузки. Ну, а вот эту троечку, так как весит всего лишь 0,15 грамма, далеко забросить вы не сможете. Ну, вот если там ловля в ногах, например, в июле, там, небольшой щуки, то вполне может подойти и трешка в качестве, при использовании с овсетным крючком без загрузки. Ну, я ловлю в основном или с огрузкой, то есть чебурашками, или там, с незацепляйками, или на поводковых оснастках. Очень мне нравится данная приманка на отводном поводке, ну и также на дропшоте. Провожу это различные подбросы, что может быть показаться странным. Иногда равномерка с паузами также неплохо себя показывает. Но вот в одном поводке, так как приманка несколько виляет вот так вот боками на проводке, и, соответственно, периодически делаем паузу, она опадает, и бывает, вот, банальная равномерная проводка также хорошо ловит рыбу. Но в основном это все-таки подбросы. Как я сказал вначале, приманка проектировалась для ловли с использованием овсетного крючка, поэтому оснащаю овсетниками. Выпускается данная приманка как в обычных цветах, так и паловских. То есть, вот, например, данная расцветка – это машинное масло. В зависимости от размера пачки идет разное количество данных приманок. Но вот для трехдюймовой приманки – это 10 приманок. Приманки находятся в стандартном для кейтейча пакетике с дип-замком. Приманки желательно хранить именно в этом пакетике, так как они довольно-таки маслянистые, ну и чтобы они не сохли. Поэтому после рыбалки стоит их положить в родную упаковку. Данная приманка отлично ловит как весной, летом, разную хищную рыбу. Но осенью желательно использовать более крупные размеры, то есть четверку, пятерку, например. В общем, интересная приманка, ловистая. Но, собственно говоря, у кейтейча, наверное, нет приманок, которые были бы посредственные. И кто не пробовал, стоит, наверное, попробовать данную приманку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!